Ничего такого сверхъестественного в Казахстане не происходит на рынке масс-медиа. Смотрел разные данные, показатели по разным странам мира. Это глобальный тренд. Собираешься в Астане и начинается обсуждать, кого куда назначат, кого там посадили. Садишься в Алма-Ате в кафешку, классно обсуждаешь. Ой, как в горах классно, блин. А куда поедем отдыхать там, в какой ресторан сходить? Кто сильнее евразийской группы? Александр, Саша, покажите нам, расскажите. Мы сейчас в офисе, да, или в студии, вот в помещении Сален Соушал. И расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что здесь и как. Вот здесь были стендап-шоу. Да, это наша самая большая студия. Вообще весь первый этаж наш. Это студийные помещения, плюс монтажные и звукозаписывающие студии. Здесь у нас снимался стендап-шоу, здесь у нас снималось Салем-шоу. Здесь у нас снимается честко-язычный проект с героями Карапаимка Ирата. А вообще это завод Кировский был? Да, это столовая Кировского завода. Это здание построено в 60-е годы прошлого века. С тех пор, ну, когда завод совсем стал, захерел, скажем так, здание осталось заброшенным. Потом из этого здания пытались сделать арт-пространство, на них не хватило денег. А потом мы случайно обнаружили это здание заброшенное. Я сюда зашел, здесь были горы мусора. Ну, ничего не было, ни света, ни отопления, вообще ничего. Но я в него влюбился, и мы вот за полгода из этого здания сделали для нас офис. Здесь как столовая, вот эти все пять этажей, да? Три этажа. Три этажа. Это все было столовая? Да, от таких три столовых было. Вы это арендуете? Нет, это выкупленное здание, потому что важно было, чтобы мы могли здание полностью под себя переделать. Ну, ни один арендодатель не согласится под такие изменения, поэтому... Вы купили, ну, это как завод вы купили целый, получается? Нет, это уже была частная территория, и когда делали арт-пространство, у завода это здание выкупили, а мы уже у этих людей выкупили. А можно сказать, до сколько? Это коммерческая тайна. Ну, не за дорого, за счет того, что он был заброшен и в мусор, и весь. В общем, нам это здание очень дешево обошлось. Ну, и ремонт тоже самое, вы заметили. Мы постарались сохранить этот заводский лофт, здесь классный. Только все порядок навели. Александр, вот газета «Экспресс-К» — это бывшая ленинская смена. Ее в журналистском мире называют «черной дырой». Почему? Это как-то вот мы сидели с коллегами и мне объяснили. Есть журналист такой известный, он работает. Потом раз он исчезает. И люди спрашивают, а что, где, где туник? Почему-то не видно его, он работает еще. А он в «Экспрессе». Раз там проходит время, другой журналист тоже. Поэтому ее прозвали такой «черной дырой», что там журналисты там работают, и никто не знает где они. Она такая поглощает. Фактически как мертвый проект. И вдруг вы такой, один из самых успешных, это вот совершенно преувеличение медиа-менеджеров нашего Казахстана, в каком-то смысле даже вот феномен все-таки с «Алимсоушал», то, что вы сделали, объявляете, что идете туда. Почему? Ну, я хочу так сделать, чтобы «Экспресс-К» был на виду, этот проект. И я поставил перед собой цель, чтобы к концу следующего года он как минимум в топ-10 самых популярных интернет-изданий Казахстана входил. Вас инвесторы, да, газеты, правили туда? Да, я очень тепло отношусь к ленинской смене и к «Экспресс-К», потому что когда-то это был очень крутой проект. Не знаю по каким причинам, но сейчас он, к сожалению, у него нет тех охватов, которые были раньше. Моя задача – это закрыть полностью печатную версию газеты и полностью переключиться под интернет-пространство. Какие охваты у нее были? Когда? То есть эта газета была популярной, да, сама как газета, но потом там было трудное время, когда ее неудачно переименовали. Я вот подробности этого времени не знаю, потому что это еще студентом был. Но я верю в то, что «Экспресс-К» можно сделать крутым проектом, крутым изданием. Мы уже придумали классную механику, которую мы будем запускать этим летом. Во всеуслышание она заработает осенью. Это механика, которая позволит нам привлекать аудиторию. Мы меняем сам формат подачи информации, мы отходим от лонгридов, мы отходим от всего тяжелого. Сделать такой крепенький новостной ресурс, который будет в самом первом, в самом интересном формате рассказывать о том, что происходит в нашей стране. И при этом мы будем делать акцент на регионы. Буквально нам полтора года назад вы очень пренебрежительно уже отзывались о средствах массовой информации, про сайта. То есть вы, знаете, как неофит, который что-то начинает, и он начинает вот как телевидение, все, театр умер, только телевидение. Вы говорили, все умерло, все умерло, вот такой YouTube вообще. А теперь вы говорите, что вы хотите делать газету. Ну, для меня лично это вызов, серьезный вызов, попробовать, справлюсь ли я с этой задачей, потому что этим я еще никогда не занимался. Такой новый для меня формат. Я хочу показать, как даже традиционные СМИ можно переделать под новую цифровую реальность. Я ни в коем случае не отказываюсь от своих слов о том, что, к сожалению, народ у нас не читает печатные газеты, к сожалению, народ у нас все меньше смотрит телевизор. Это данность, это не наша особенность казахстанская. Я знаю, что вы в этом со мной не согласитесь, но я всерьез занимался этим вопросом, смотрел разные данные, показатели по разным странам мира. Это глобальный тренд. Ничего такого сверхъестественного в Казахстане не происходит на рынке масс-медиа. Может быть, у нас там разная динамика развития того или иного пространства. Есть какие-то особенности, но в целом мы из общей струи никак не выбиваемся. Она была, мы ее просто покрасили. Столбы заводские, мы на них нарисовали красивые рисуночки. А это вы здесь как, собираетесь, да, командой? Нет, мы не собираемся с командой. У нас команда слишком большая, здесь не поместится. Это место, где можно лечь, полежать, поработать, посидеть, поработать. Ну, если вы заметите, у нас все пространство сделано так, чтобы не было привязки к рабочим местам, чтобы народ мог тусоваться. А скажите вообще, как устроена ваша команда? То есть у вас есть, вот в офисе сидят те, кто делает программы? Нет, у нас программ нет. Мы сейчас делаем веб-сериалы. Я называю проект. У нас есть наша главная движущая сила. Это наша, кстати, как раз, наши креативные продюсеры. Они сидят здесь, но у них сейчас креативный штурм на третьем этаже. Это ребята, которые придумывают идеи, это ребята, которым приносят идеи. Они уже из этих идей выбирают все самое лучшее и запускают. И запускают сериалы, да? Да. А можно сейчас посмотреть на креативный штурм? Да, конечно. Да. Здесь у нас СММщики сидят. Сюда у нас переезжает, как, правда говорю, экспресс-к, газета с 15 мая. Они здесь будут располагаться. Вот здесь будут, да? Да. Редакция. А здесь у нас исполнительные продюсеры. Когда креативщики придумали идею, идею надо посчитать. За это у нас отвечают исполнительные продюсеры. То есть, которые просчитывают, да? Да, все сметы просчитывают. Сколько что будет стоить, договариваются с компаниями, с поставщиками, чтобы все у нас это, в общем, заработало. А здесь СММ-отдел. Ну, и все на третьем этаже. А, на третьем, да, сейчас? Вы на удаленку уходили или? Да, у нас мы по-прежнему в режиме удаленки работаем. Всех, кому не надо быть в офисе, мы просим не приходить на работу. Потому что, в принципе, у нас процессы достаточно выстроены, понятные. Загвоздок не бывает. Газета принадлежит евразийской группе, правильно? Восток Импекс, там, владелец. Ну, это... Это не евразийская группа принадлежит, а там сложный механизм партнерства с евразийской группой, насколько я знаю. Ну, как у нас обычно, это очень-таки сложные, апеллированные, но это все равно, как у нас обычно говорят, там, это газета того-то, это газета Машкевича. Все равно. У нас говорят так, это считается, это все равно евразийская группа. То есть вас кто вызвал, что сказал, какие задачи? Вообще зачем вам эта газета? Ну вот какой-то вот такой, его легко помогут закрыть. А почему? Почему закрывать? Ну я против того, чтобы закрывать масс-медиа, чтобы люди оставались без работы. Если у инвестора есть вера в то, что издание может жить, может развиваться и может приносить пользу казахстанцам. Что они вам сказали? Сделать крутой проект, медиапроект. Задача монетизировать или просмотр? В первую очередь это, конечно, сначала добиться аудитории, дойти до аудитории. Ну и, естественно, монетизация, никто ничего не отменял этого. Вы вот тоже обычно в интервью подчеркиваете, что с руководителями Евразийской группы вы лично не общаетесь, да? А тут кто вам это? Нет, у нас есть просто связующие люди, которые представляют Евразийскую группу. Мы с ними иногда встречаемся. Я чаще всего встречаюсь с Женей Волковым. Который выступает, скажем так, идейным вдохновителем медиапроектов. Он как бы, ну, самый такой мой основной канал коммуникации. Сален Соушел. Вы всегда подчеркивали, что вы вне политики. Да. А экспресс-к? Там тоже будут только развлечения и сериалы? Нет, не развлечения и сериалы. Как раз мы делаем акцент на том, чем живет наш народ в регионах. Какие новости происходят в регионах. Потому что, если взять там большие проекты, которые там входят сейчас в топ-10, это все-таки в основном весь основной поток информации идет из Астаны. Какие-то официальные новости. А мы хотим, наоборот, уйти в глубинку и посмотреть, что там у тебя во дворе происходит. Есть там железный закон журналистики, который мне еще на журфаке вдалбливали, которым меня учил Исаак Яковлевич Дворкин. Что человеку всегда будет интереснее то, что у него происходит на личной площадке, нежели что в другом городе. Вот по такому принципу мы и хотим развивать экспресс-к. Полтора года назад в интервью Алибекову вы сказали, что Салем Соушел принадлежит BTS. Да, принадлежит. Компания евразийской группы. Да. И вы там не принадлежите как раз таки. Что Салем Соушел это ваш проект. Ваша идея, которая родилась, когда вы ездили в США. Вы это подчеркиваете всегда в США. То есть в демократии. То есть вас упрекают в том, что вы хотите задушить в интернете свободу слова. А вы всегда подчеркиваете, у меня эта идея родилась в США. Когда я ездил изучать американские СМИ. Вы так это сказали. У вас родилась идея. Вы пришли с этой идеей в бизнес-инкубатор BTS. В нее поверили. Это было так просто. В нее поверили и вам дали деньги. Вы сказали так. То есть я знаю, как бизнес-инкубатор устроен. И вы всегда говорили, мы стартап. Да. То есть это ваша идея. Значит это же ваше. Салем Соушел это ваше. Но две недели назад, не Гея-интервью, вы уже говорите совершенно другое. У вас все поменялось. То есть это уже вы ему говорите, что это не ваш проект. Вы даже, я тут что, я вообще не что. Все в фонд. Уже появился фонд Digital. И вы говорите, что Салем Соушел принадлежит этому фонду. А полтора года назад это был бизнес-проект ваш. Потому что если это ваша идея, вы приходите к инвестору, тогда это ваша. Потому что я сама знаю. Ну вот как я прихожу к инвестору и говорю, дайте мне деньги под мой проект. Он мне дает, но это не значит, что это его тогда. Правильно? Существуют разные системы венчурного финансирования. Идея Салем Соушел медиа, начиная вот прям с названия Салем, это моя идея. Я пришел к инвестору за деньгами. Но наша система венчурного финансирования стартапов предусматривает, что инвестор заходит деньгами, но проект принадлежит ему. Я говорил, что это мой проект, потому что я его придумал. Но юридически это, естественно, принадлежит не мне. Почему естественно? Тогда они не инвесторы и как-то. Тогда это не бизнес, не стартап. Почему? Почему не стартап? Ну потому что это была полностью ваша идея, ваш проект. Ну да, но я пришел с идеей, с желанием его реализовать. Но у меня под эту идею не было денег. Мне дают деньги, естественно, если я даю деньги, то входят. И говорят, ну только это наше все, да? Ну да, у нас сначала был БТС, потом, когда уже стартапов стало много, сформировали фонд Digital Ventures, который находится в Астане, на территории МФЦА. И он заходит в такие стартапы, но со стопроцентным участием. То есть BTS, а теперь Digital Ventures? Потому что изначально не было отдельной структуры, которая бы всем направленно этим занималась. Занимался БТС, а это компания, которая обслуживает VRG, как сервисные услуги предоставляет. Но она принадлежит также и VRG. А потом уже отдельная появилась структура, которая целенаправленно это развивает. Ну у вас классная идея. Вы основатель целям соушал, да? Вы все это делали. Почему вы не постарались найти такого инвестора, который при этом не присвоит все это себе? Это тоже странно очень. Почему? Почему вы не пытались найти инвестора, с которым вы будете делить прибыль, но вы будете владельцем? Нет, ну любой бизнес, если ты хочешь делить прибыль, то ты должен и вкладываться. Ну да. Это же логично. Ну как бизнес развивается? А если я без гроша в кармане, то что я буду вкладывать? Квартиру, машину закладывать? Так все начинали же там, Марк Цукерберг начинал без гроша. Но те, кто ему дали деньги, они же не сказали, фейсбук наш. Ну почему? Они же вошли в доли. Они инвесторы, они имеют дивиденды, да? Прибыль какую-то. Они акционеры, они заходят в доли. И то же самое Цукерберг, сейчас фейсбук не ему принадлежит, он топ-менеджер. Нет, это его продукт. То есть не было такого, что ему дают деньги и говорят, окей, ты просто менеджер. А вы, получается, в своем проекте бы менеджер. Ну да, придумал идею, получил под нее денежку. И, слава богу, реализуем уже 4 года. Как на зарплате менеджера? Да, естественно. Вот я и говорю, мне интересно, в Казахстане что, все стартапы так устроены? То есть невозможно со своей идеей притягивать? Я не знаю, как в других компаниях, но у нас так построено. Ну, если у тебя есть деньги, ты можешь зайти там частью, там, окей, там, фонд зайдет, там, 50 или 30 процентов, а остальное ты. Или, не знаю, там, у тебя 10 процентов остальное фонду. Тут на что у тебя хватит денег? Если учесть, что история с медиа в Казахстане – это ни разу не прибыльное дело, поэтому тут смысл. Просто когда еще Салем Соушел запускался, было очень много разговоров, да, о том, что это все-таки такой квази-государственный проект. Вот о нем, я бы так обозначила его статус, что государство, ну, или какая-то группа, какой-то клан, в общем-то, даже договались, сказали, попросили, да, евразийскую группу, чтобы они финансировали Салем Соушел. Нет, не было такого. А, и вот в эту схему укладывается вот это, такое инвестирование. А вот когда человек с идеей, с такой классной, да, приходит к инвестору и инвестор все себе присваивает, это какая-то нереальная история. Поэтому я, например, в данной ситуации, тут даже не вопрос, а я просто хочу сказать, вот я верю тогда все-таки истории про квази-государственный проект. Видите, к сожалению, к сожалению, такая история, она более хайповая и более интересная, содержательная. Там есть где покопаться, есть где-то, там, о-у-у, там, империя зла. На самом деле все очень просто. Вот есть цифровая экосистема i2. Это мессенджер i2, это видеохостинг i2, это там, касса 24, еще несколько таких компонентов разных, которые образуют свою цифровую экосистему. Чтобы цифровая экосистема полноценно развивалась, этой экосистеме нужна аудитория. Чтобы эту аудиторию завести, ты можешь обратиться в рекламное агентство, ты можешь кучу бабок потратить на таргет, безумное количество, и результат будет сомнительный такой и дорогой очень. Но есть способ создать какой-то медиапроект, который будет поставлять, скажем так, пользователей внутрь этой экосистемы. Вот Салем Сушел Медиа – это поставщик пользователей внутрь экосистемы. И это для цифровой экосистемы гораздо дешевле, выгоднее, результативнее, чем другие способы привлечения аудитории внутри таких проектов. Тут ничего нет тайного, страшного, мы не создаем какую-то империю зла и не строим никаких железных завношесов. Это нормальный IT-бизнес. Просто, повторюсь, гораздо прикольнее представлять, что я, как этот, директор департамента внутренней политики интернета от Акурды, и сижу, и тут просто ограничиваю свободу слова. Ну, хайповая тема, прикольная, пусть так думают, ничего страшного. Ничего нету. А, ваш кабинет, да? Да. Он у меня очень пустой, я терпеть не могу лишние вещи. Минимализм. Ну, это классно. Я терпеть не могу, когда на столе скапливаются какие-то документы, мне надо, чтобы у меня было все. Когда скапливаются документы, у меня ощущение, что я что-то не дорабатываю, что-то не доделаю. А когда у меня стол пустой, знаешь, что, значит, все, что от меня зависит, я выполнил. А как ваш день складывается, вот, ну, рабочий? Есть же такая рубрика, там, привычки успешных людей. Ну, вы успешные, у вас очень успешные проекты, да? Расскажите, пожалуйста, нам, как вот этот офис, как вы в нем? Да нет, это не совсем. Поскольку приходите, расскажите. Прихожу, сына отвожу в 8 утра в детский сад, и сразу еду на работу. Ну, проводим совещание, ну, это такие, не совещания, а креативные штурмы. Мы решаем, что мы будем снимать, как мы будем снимать. Такая, как-то особого, например, рабочего графика, такого у меня нет. Нет? То есть у вас день не структурирован, да? Обычно говорят, успешные люди, они планируют вечером деться. Нет, я не творческий. Я творческий человек, а не организатор. Салимсо ушел вне политики, да? То есть это все таки остается? Да, у нас нет политики, нет порно, нет религии. Вот три для нас запретные темы. Я всегда, когда это слушаю, у меня возникает такой когнитивный диссонанс, потому что, а что вы понимаете под политикой? Когда кто-то за кого-то или против кого-то топит. Вот мы ни за кого не топим, ни против кого не топим. Ну, у вас странное понимание политики. Почему? Ну, это и есть политика. Потому что политика, у вас есть сериал Шакер. Я, Канна, ты уверен? Никто не сдохнет после нашей смеси. Халди, мы мешаем непонятную химию с детским питанием. И что ты сдохнет от этой химией. Окей? Про борьбу с наркоманией, да? У вас был сериал Аким. Сакер, да. Народу лапшу на уши вешать, вот что. Да что удивляетесь, е-мое. Пол стороны чиновники народу лапшу на уши вешать, да. Труспа, обещают, что-то говорят, а по делу, вот тебе, дуля. Сакер, у вас, то есть, это все политика? Это не политика, это жизнь. То есть, социальная жизнь, это все политика? Это все политика? Нет, я повторюсь, в нашем понимании, с чем мы не имеем дела, когда кто-то за кого-то топит, поднимает чьи-то флаги или против каких-то флагов выступает. Мы не хотим вмешиваться ни в какую борьбу, которая у нас периодически там вспихивает, затухает. Поэтому вот для нас это понимание политики, что мы ни за кого и ни против кого не топим. Я опять же повторюсь, у нас и поднимались, и высмеивали там и Акимов, и министров, и все что угодно. Но когда это просто высмеивание, это одно. А когда ты целенаправленно что-то пытаешься такое, не знаю, там гнуть свою линию, это уже совсем другое. Посмотрите на любой классический стендап. Все аспекты общественной жизни, они обсуждаются, высмеиваются где-то там, подкалываются. Ну, задача не в том, чтобы высмеивать, но если вы, да, если даже стендапер говорит уже про министра, про Акима, то это уже, ну как это, это политика. И вот молодежь, это политика, это политика. Но скажите тогда, что вы просто, вы там не задеваете каких-то персон, что вы никогда не будете выступать против них, да, то есть, что вы лояльны. Это на самом деле так? А почему это все политика? Ну, для вас это политика, для меня это общественная жизнь. Общественная жизнь это политика. А как вот вы, как общественная жизнь может складываться без политики? Ну, вот я после возвращения из Астаны уже 4 года счастливо живу в Алмате, и там, не знаю, большинство наших министров по фамилии и имени, что раньше там, разводи меня ночью, я все доложу. Я вот здесь живу, и как-то для меня вот, что происходит в Астане, это абсолютно безразлично и неинтересно. И я как алматинец, обычно я как-то обхожусь без политики. Прекрасно. Здесь даже разговоры другие. Когда ты приходишь в кафе, собираешься в Астане, и начинаешь обсуждать, кого куда назначат, кого там посадили, там какие-то там. А вот тут такая команда заходит, садишься в Алмате в кафешку, классно обсуждаешь, ой, как в горах, классно, блин. А куда поедем отдыхать там, в какой ресторан сходить? Вот это и есть жизнь, а Астана – это политика. Если политика придет за вами, вот вы сказали, что через 5 лет, да, вы ожидаете прибыль, что вы идите на прибыль? Ну, вот сейчас мы уже сейчас даем прибыль ту, которая как бы для нас самая важная – это пользователи. Мы думали, что мы дольше будем развивать, но уже сейчас у нас 12 с лишним миллионов подписчиков, уже сейчас мы в экосистему заводим ежемесячно не меньше 2 миллионов человек. Вот это и есть наша прибыль. Нам же не платят за красивые глазки, нам не дают деньги там, хоу, на тебе, сними классный сериал, засветись. Нам платят за то, что существует на рынке стоимость одного пользователя. Сколько это стоит? Вот мы также получаем денежки за каждого пользователя. Это наш заработок. Ну, еще и параллельно мы зарабатываем на рекламе, но это незначительные деньги, которые там как… Вы уже стали, да, рекламу использовать? Потому что вы говорили, что не будете. Ваша принципиальная позиция… Нет, 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 мы на начальном этапе, когда мы раскачивали аудиторию, собирали, у нас не было рекламы, потому что невозможно на 3-х подписчиков что-то заработать рекламодатель. Нет, а у вас уже миллионы были. Но это все равно, это не показатель для серьезной рекламы. А сейчас у нас уже, да, к нам… Ну, у нас, видите, проблема в том, что мы сами себе на горло часто наступаем, потому что, ну, кто больше всего в интернете любит рекламироваться? Это все возможные там компании, которые занимаются ставками, это энергетики, это табачка, алкоголь, ну, то, где у них закрыт доступ в большой рекламный рынок, вот они к нам прутся, но мы им всем отказываем, потому что у нас есть свои принципы, с чем мы не связываемся, с ними мы не связываемся. Мы могли бы зарабатывать больше, но поскольку мы и так зарабатываем хорошо на том, что мы приводим аудиторию, поэтому мы не лезем туда, где наши принципы могут пошатнуться. Ну, вот в Казахстане же это очень просто, в истории наших СМИ очень много примеров, когда очень успешный проект, и дело даже не в том, что ему обязательно надо встать в оппозицию, но его просто в какой-то момент отбирает, там, по щелчку пальцев. Ну, не гоже, у нас же государство, оно все покрывает, то есть там, если вы ходите на какие-то цифры, то какие-то люди сильные, влиятельные, они просто смотрят и говорят, это не порядок, кому это все принадлежит. Да нет, ну, если с точки зрения государства судить, поскольку я сам очень много посвятил своей жизни и карьере в государственных органах, ну, государство только должно приветствовать появление таких компаний, как Салем, и чем больше таких компаний будет, тем лучше с точки зрения государства, потому что там есть вопросы информационной безопасности страны. Ну да, и вы не критикуете там власть, да, но уже просто потому, что вы успешны, вы не боитесь какие-то, я не говорю государства, но какой-то там очень влиятельный человек, какая-то очень влиятельная группа, она посчитает, что это должно принадлежать им, которая сильнее там евразийской группы. А кто сильнее евразийской группы? Ну, я не буду говорить, кто. Ну, евразийская группа – крепкая компания, которая работает на рынке Казахстана уже не одно десятилетие, и я думаю, что евразийская группа умеет за себя постоять. Мне, конечно, сложно комментировать со стороны евразийской группы, можно там спросить у Фатимы Касаевой, которая директора по коммуникациям РЖ, может быть, у нее какая-то там другая позиция есть, но я этого не боюсь, потому что мы действуем в рамках закона, мы несем пользу как обществу, так и группе нашей. У вас бизнес-план на сколько лет вперед? Ну, вот такое видение прописано. До бесконечности. Ну, есть же у компании. Нет, у нас бизнес-план – это выходить на другие рынки, мы уже вышли в Узбекистан. В Узбекистане уже запустили производство веб-сериалов, и мы дальше будем смотреть и расширяться, 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 потому что цифровая экосистема, она постоянно требует новых-новых-новых пользователей, над этим мы и работаем. В Узбекистане уже заблокирован YouTube в этом? Нет, не заблокировано. А, уже открыли? Да, там все соцсети сейчас открыты, но они очень слабо развиты из-за того, что долгое время находились под запретом. Но мы сразу заходим туда уже вместе с цифровой нашей экосистемой, то если здесь мы сначала сформировали базу пользователей, скажем так, в действующих соцсетях, а потом, как запустилась экосистема, мы их повели уже внутрь нашей экосистемы. В Узбекистане мы изначально хотим сразу же тянуть к себе экосистему людей, потому что нет смысла терять время и ждать, пока там YouTube у них разгонится или Instagram. Проще так действовать. Друзья, извините, у нас тут про нас снимают. А мы не будем прерывать? А это как раз вот. Вы главный выключатель YouTube спрячете? А какой сериал сейчас обсуждают? Много сериалов. Сейчас мы обсуждаем сериал, который... Какой? Сера брата! Что смотреть в будущем? В ближайшее время новое что-то будет? У нас очень много всего. Сериал новый какой? Прекрасно, сзыводите, ребята, все думают, что смотреть в нашей стране последующие 6 лет. А на самом деле у нас, ну как бы, все думают, что Салем это я, а на самом деле Салем это, в первую очередь, Хуат. Садыков. Да, это наш генеральный продюсер. И вот это наше главное креативное... На самом деле, Александр, вы не брали, Салем это вся наша команда. Ну, вся эта команда сформирована Куатом, скажем так. Я к этой команде имею постольку, поскольку отношение. Да, вы в одном интервью сказали, что как только вы решили делать Салем соушил, вы позвонили Куату и сказали, пойдем, я тебе даю карбланш, собирай всех. А что, а вы работали где-то вместе? Почему именно? Меня познакомил с Куатом Арман Юсупов, это руководитель, хозяин проекта Юфрейм. Я с ним встречался, он говорит, тут есть такой уникальный человек, который может все. Я встретился с Куатом, мы как-то сразу нашли общий язык. А до Салема что вы делали? До Салема я делал скетчком и сериалы для снового канала. И мы были популярны в Ютьюбе, и мне позвонил Арман и сказал, вот там хотят тебя приспать в эту компанию, я говорю, не без проблем. Потом я позвонил Александр, и я не ждал, сказал, говорит, Петров, здоровый русский дядя. Я сначала говорю, ну давайте попробуем, серьезно не воспринял. Ну и вот будет 3 года, работа Миниса Александровича, в этой команде тут все хорошо вроде. Ладно. Арману, да? Спасибо Арману. А что-нибудь не хочется вам, ну как просмотры-посмотрами, а что-то сделать такое, вы знаете, настоящее, серьезное, что-то, что изменит мир, повлияет на людей по-хорошему. Так вот. Стравно. Телеканалы. Нет, дайте нам время, все будет просто. Мы должны иметь спойли, да, но мы идем к этому. Так наши сериалы, так вон жизнь к лучшему меняют. Запустили Шакер, сейчас начали наконец-то с синтетикой массово бороться, причем и люди подключились, создают аккаунты в Инстаграме, куда скидывают этих закладчиков. Запустили шикарный сериал Сакер, надеюсь, многие задумывались, стоит ли брать взятки или нет. На самом деле, вся наша продукция, просто она несет какой-то положительный, какой-то заряд. Просто мы упаковываем так, чтобы это не вызывало отторжения у зрителей и не превращалось в какую-то там пропаганду. Хабар – это абсолютно такой государственный канал, где вы снимали, вы именно снимали первого президента. Вы снимали сюжеты про Назарбаева и были таким главным паркетным журналистом. По 15 минут сюжеты очень… Хабар – это мой дом родной. Это та школа, которой я посвятил 15 лет своей жизни. Я пришел на Хабар, когда Хабар был там одним из самых рейтинговых телеканалов в стране, самых популярных. Мне повезло, я попал в президентский пул. Я был первым журналистом президентского пул, когда только он появился в 2004 году. Я на протяжении 8 лет 24 на 7 был привязан к главе государства, освещал его деятельность. Это было очень интересно. Я посмотрел весь мир, узнал все регионы Казахстана, по 100 раз объездил там каждый город. Это шикарный опыт, которым я горжусь. Я считаю, что мне очень сильно в жизни повезло, что я оказался в президентском пуле. Тогда, наверное, президент, его семья не могли вас заметить. Поэтому это и возникает, наверное, такое подозрение, что вы все-таки не на евразийскую группу работаете, а совсем на других людей. Я могу честно сказать, что я абсолютно предан Нурсултану Абишевичу. Я не из тех, кто перекрашивается. Там сегодня красный, завтра белый. Нет, я абсолютно лоялен к этому человеку. И для меня лично гордость, что мне удалось вообще оказаться, приблизиться, скажем так, к этому человеку и поучиться у него и жизни, и стилю работы, и чего только у него не научился. Но он очень мощный лидер. знаковая личность в нашей стране. Ну, да, Нурсултан Абишевич меня знает. Да, там многие, кто смотрел, следил за публичной жизнью президента, они меня знают. Да, потому что, ну, 8 лет одного и того же человека слушать. Ну, да, вы делали все сюжеты про него. Да. Насколько у вас с ним такие доверители отношения? Ну, я с ним вместе чая не пил. Но когда мы встречались во время интервью, всегда очень тепло ко мне относился. Потому что, ну, он знал, во-первых, насколько непростая наша работа, потому что у него бешеный график, и выдержать этот график годами, ну, это прям действительно сильное испытание, потому что ты жертвуешь семьей, жертвуешь своей личной жизнью, всем жертвуешь, у тебя вот только работа 24 на 7. Ну, и, наверное, ему нравилось то, как я освещаю его деятельность, поскольку это длилось целых 8 лет. Ну, да, получается, вы в президентском пуле, вас там заметили, и вам сделали предложение от того, телеканал 24 создать с нуля тоже, Это было поручение президента о том, чтобы запустить в Казахстане новостной телеканал круглосуточный, чего не было. Видите, это похоже, вы запускаете в интернете, или вы запускаете новый абсолютно канал, да? Да, и мне доверили это, потому что, причем там было так, что я вот прямо из корреспондентов перешел сразу на позицию директора телеканала, минуя все другие. Из корреспондентов президентского на позицию директора. Да, и у нас это получилось, мы запустили телеканал, я три года руководил этим телеканалом, а потом случились президентские выборы, и меня пригласили пойти руководителем медиаштаба кандидатов президента Нурсултана Назарбаева, я согласился и пошел. И как расскажите, что было на выборах? Ну, было круто, мы объехали все регионы Казахстана, это у меня прям любовь ездить по регионам. Мы организовывали там, сам Нурсултан Набишевич не участвовал в избирательной кампании, там возглавлял штаб его Мухтар Абрарович Кулмухамед, который его очень близко знал, он мне, наверное, как отец. Он меня всегда очень сильно поддерживал, он когда-то меня пригласил в президентский пул, где мы с ними познакомились. И вот Мухтар Абрарович командовал всем штабом. Вы опускаете момент, еще был какой-то канал Белим. А это уже после. После 24. Да, это уже после президентских выборов я пошел руководить телеканалом Белим и Женим Одиндентом. Почему 24КЗ был успешный, потом какой-то Белим? Нет, Белим был. Он тогда был тоже мертвый канал. Это как раз то, что нравится умной интеллигентной аудитории. Он в какой-то момент потерялся этот телеканал с точки зрения своей направленности. А мы начали создавать там классную документалистику. Потом я уже пошел в Нуратану, когда мы нам надо было объединить Белим с Казах ТВ. Это все осуществилось, слава богу. Я пошел в Нуратану работать. Прости, Катарин. Просто складывается такой портрет карьериста, который партийца. Вы же член Нуратана, да? Вот ему партия говорит, иди туда. Все, он собирает вещи без разговора, идет, создает канал, потом ему говорят, иди сюда. То есть, вы не обсуждаете, вы выполняете. Причем, очень хорошо, насколько я понимаю, то, что вам поручают. Ну, когда тебе поручают, естественно, если ты работаешь в Астане, то ты, в принципе, всегда работаешь по поручению. Ну, вот, видите, я к тому, что это логика, вот, поручили, и причем, планита, она такая, вот, политехнолог, журналист, директор канала. В какой-то момент вам поручили создать, обуздать интернет, да? То есть, все-таки это было так. Нет, на самом деле, я, как бы, вот в этой, в своей карьере я дорос до позиции заместителя, заведующего отделом администрации президента. Я там поработал, и я понял, что нет, все-таки, мне ближе творчество. Я несколько раз пытался уволиться, тогда Баглан Майлыбаев был заместителем руководителя администрации президента по идеологии. Кстати, как вы с ним работали? Хорошо, я с ним много лет работал, нормально, без проблем. Вы были удивлены, когда его в шпионаже? Да, я был страшный, там не шпионаж, там что-то другое. Ну, в раскрытии секретов. Да, там какая-то передача какой-то информации или там раскрытия. Я был сильно удивлен, неприятно удивлен. Но вот я к нему пытался несколько раз зайти, говорю, Баглан Собачевич, отпустите меня, пожалуйста, мне вот эта госслужба, вот она вот здесь, можно я уйду? И после нескольких попыток он сказал, ну, хрен с тобой, не хочешь? Потом мне тоже самое Ухтар Абрарович прикал, говорит, ну, как ты, у тебя позиция вице-министра, у тебя блестяще ждет карьера на госслужбе, там, тебя лично Нурсултан Абишевич знает, тебе весь левый берег Астаны знает, а ты берешь, отказываешься, ухожешь в куда-то, не пойми куда. Ну, как-то для меня это было, я понял в какой-то момент, что все-таки я хочу быть ближе к творчеству, ну, вот я в творчестве. правильно поступили, потому что, а вдруг бы тоже попали бы. Там же их двое было, еще Гилибов, и вы бы третьим могли попасть. Да, Николай Николаевич. А вдруг бы там оказались не в том месте, да? Ну, я тоже думаю, что этот рис был высокий, но тут, вот, бог миловал. Вот эта политика, видите, вы говорите, без политики. То есть, ваша жизнь, это вся политика, вы постоянно как-то ее вот прям чираете. Да нет, я вам говорю, вот я вернулся в Алматы, нет у меня в жизни, слава богу, никакой политики. Я наслаждаюсь жизнью, наслаждаюсь творчеством, наслаждаюсь общением со своей креативной молодой командой, которая подпитывает меня энергией потрясающей, учит меня жизни, учит тому вообще, как новый цифровой мир выстраивается. А теперь самая приятная часть нашего офиса, это наша крыша. Крыша, да, там уже у вас проходят какие-то... Да, у вас там, фестивали, фестивали диджеев, всякие тусовки творческие, ну, мы, все, что не связано с распитием алкогольных напитков массовым, все мы здесь стараемся... А, где алкогольные напитки запрещены только? Они разрешены в очень ограниченном количестве. Ну, если без информации не позволяет обойтись без алкоголя, но, опять же, мы стараемся, чтобы у нас здесь никто не напивался, потому что крыша, во-первых, опасна, или кто-нибудь упадет с крыши. Ну, во-вторых, мы, в принципе, не приветствуем, когда молодежь употребляет либо алкоголь, либо наркотики. Не дай бог. Вот такая вот наша шикарная крыша. А вот Краскировский завод. А там сейчас что, кстати, не хотите выкупить? Нет, насколько я знаю, тут одна большая строительная компания хочет выкупить всю эту территорию и построить здесь жилые комплексы и бизнес-центры. А сейчас он в каком-то полудохлом состоянии. Они там что-то пытаются делать, но былой мощи давно уже нет, к сожалению. Как в 90-е они догнулись, так и все. Журналисты, они все равно будут что-то писать, что будет не нравиться. В какой-то момент они будут выходить за границей дозволенного. У меня есть первый зам, Адельхан Нусупов, бывший генеральный директор экспресс-к. Он специально для этого остается в Астане, чтобы отбиваться. чтобы я вел здание вперед. У нас такое разграничение полномочий. Вы его также планируете делать, что типа не мы, мы не против, мы не будем критиковать никого, да? Даже если какие-то действия правительства они вызывают что-то, вы не будете писать? Сами мы не будем выражать точно свою позицию, что нам нравится, что нет, потому что это непрофессионально. Если вы были в Америке на учебе, вы знаете, что все американские СМИ у них есть информацион ньюс, есть раздел опиниен, мнение. Без мнения нет вообще СМИ. Мнения могут быть специалистов, которые в этом будут разбираться. Нет, мнение редакции, мнение редакции. В Казахстане все, никто не хочет мнение раздел, и причем вот в эту мульку, которую давно включили, они говорят, это не профессионально, мы только факты. Нет, Александр, вы это очень неправильно у вас на кафедре журналистики учили. У СМИ есть мнение, есть ньюс. Единственное, что я всегда, например, наших журналистов учу, если вы идете на репортаж, если у вас новость, свое мнение нет. А мнение это уже есть коммунисты, есть мнение редакции, эдиториал. Эдиториал, Александр, не устанавливается, откроете, там есть эдиториал, мнение, редакции. Я вот боюсь вот этого, например, возьмите то же самое США, например, Fox News не любит Трампа, и он там воюет с Трампом. Когда целый телеканал начинает его позиции выражение его личного мнения, позиции редакции, она стоит выше, чем вообще первая задача СМИ это информирование. Зачем это? Если кому-то не нравится, не знаю, деятельность... В Америке нет СМИ без позиций. Нет СМИ без позиций. Это даже смешно даже звучит. Почему? Там нет СМИ без позиций. Там обязательно у СМИ есть четко обратная позиция. Когда, например, в выборе президента СМИ любое, там, New York Times, оно в какой-то момент оно говорит, мы поддерживаем такого-то, на праймерах мы поддерживаем такого-то кандидата, мы поддерживаем такого-то, и объясняют почему. А вот нам не надо лично мне, я не хочу возглавлять масс-медиа, который будет с каким-то политическим окрасом. Потому что, если, например, тебе не нравится деятельность министра здравоохранения, то ты всегда можешь найти какой-то специалиста здравоохранения, специалиста, который выскажет, скажет, вот это делается неправильно, это будет профессионально. А когда сам журналист вдруг два года отработал в СМИ и начинает рассуждать о том, как рулить сферой здравоохранения, это всегда пугает. Журналист, который два года работает в СМИ, просто он не имеет права писать в разделе мнения. Ну, вообще, в нормальных условиях. Откуда журналист может разбираться в сфере здравоохранения? Нет, почему? New York Times есть автор, у него, может быть, и медицинское образование, но человек, который пишет именно на тему медицины, но не два года, а там 10 лет, 20 лет, он обязательно пишет свое мнение. То есть он будет о вакцине, он даже будет писать прям колонку со своим мнением, со своей оценкой. Понимаете? Ну, я не доверяю журналистам, когда выражают свое мнение, я все-таки доверяю специалистам. И, ну, и уж не говоря о политической ситуации, там обязательно будет колумнист, но там даже колумнисты, они не имеют права писать в Ньюс, в новостях. То есть если человек выражает свое мнение, он уже не пишет Ну, это уже отдельный, это просто отдельный жанр, а я все-таки говорю про новостную, слушай, а не про колумнист. Нет, ну, чисто новостных нет. Ну, да, спорить не будем, я понимаю, ваша позиция, она абсолютно типичная. В Казахстане все СМИ, просто надо это говорить. Мы не хотим, потому что так удобнее. У нас в Казахстане начинают манипулировать и говорить, это непрофессионально. Нет, Александр, непрофессионально СМИ не иметь свои позиции. Нет, бывают разные жанры. Есть новостная журналистика, а есть другая журналистика. Есть, там, можно фильмы документальные снимать, это еще один жанр. Много равноправлений, но в Экспресс-К мы выбрали как новостной портал. Вот как новостной портал мы его и будем развивать. Вот такая у нас классная. Да, я помню это пространство, даже я здесь бывала. Здесь устраивала посольство США, какой-то прием. Да, да, да. Ну, было неплохо, но они, видимо, не поняли, что делать, да, с этим? Ну, это просто, чтобы, да, содержать такое хозяйство, нужны большие вложения и нужны какие-то бизнес-планы. У них, видимо, ни того, ни другого не было, поэтому не срослось. Ну, нам это только на руку оказалось, потому что мы получили шикарное здание, где нам всем очень нравится. А там что? А там такая же площадка, только она еще повыше. Ну, хорошо. Все, конечно, очень бедненько, скромненько, но для творцов, мне кажется, так и надо. Ну, вы не скромничаете. Я, по-моему, очень даже... Нет, я просто после 16 лет проживания в Астане, где все дорого-богато, все в мраморе и стекле, это, конечно, немножко так. Для тех, кто привык к классическим офисным помещениям, это непривычно. Ну, у вас в духе времени, как силиконовая долина. Такой. Хорошо, давайте вернемся в Салим Соушел. Сколько у вас сейчас проектов? На одной конференции с вами выступали, и вы говорили там, что советовали всем идти в казахскоязычные. Потому что аудитории больше, нет конкуренции с русскоязычными. То есть, практически ты работаешь только со своими, конкурируешь. Сколько у вас сейчас проектов на казахском языке, сколько на русском? У нас всего у нас сейчас в разработке, наверное, сейчас около 40 проектов. Боюсь, точную цифру назвать. Могу соврать. Но процентов 70 у нас сейчас на казахском языке. И плюс мы сейчас начали еще экспериментировать. Классно заходит, когда мы перемешиваем казахский язык с русским. И даже там в комментариях, если почитать, люди пишут там, говорят, о, прикольно, мы там на ваших сериалах сейчас казахский язык изучаем. За счет этого перемешки нам получается и регионы задевать, и города. И это хорошо выстреливает. Потому что мы делали до этого абсолютно казахскоязычный сериал, накладывали русские субтитры, но у многих это вызывает раздражение. Почему в Казахстане люди не учат казахский язык, им надо все переводить. Вот там были такие негативные комментарии. Мы, чтобы не будоражить аудиторию, не дай бог там межнациональные конфликты в сети не разжигать, мы отошли от этой темы. Но вот нашли такой новый крючочек, как две аудитории, два мира, можно немножко так вот смиксовать. А вы таким образом пытались притянуть все-таки русскоязычное? Да, русскоязычное, чтобы как дополнительно, понятно, она там будет небольшая, но чтобы показать русскоязычной аудитории, каков он этот казахскоязычный «Прикольный мир». Потому что у нас здесь очень сильно вот расслоение идет. Даже если там казахскоязычные, русскоязычные газеты взять, зачастую абсолютно разные проблемы поднимаются, разные вещи людей беспокоят. А мы как-то вот пытаемся объединить две эти аудитории. Ну, вы сейчас очень такой хороший материал для социологов как раз-таки на основе своих сериалов. Что волнует казахскоязычный мир, что волнует русскоязычный мир Казахстана? Да. Что? Ну, скажите нам. Да. Да, я вас прошу. Тем много. Ну, чем они отличаются, скажите? Чем они отличаются? Что волнует тех и тех? Нет, тут больше вот как раз интересно, чем отличается казахскоязычная аудитория от русскоязычной. Казахскоязычная аудитория, она более включенная. Она, ее волнует, естественно, там темы развития языка, проблемы в регионах, потому что, ну, к сожалению, в регионах русскоязычного населения просто мало, там то же самое вода, дороги. И казахскоязычная аудитория хороша тем, что она реагирует. Потребляет контент, она пишет комментарии, она может тебя ругать, может хвалить. Активно. Она лайкает, она там через какие-то там мобильных приложения там обрезает твои сериалы по частям, раскидывает через WhatsApp. Они прямо такие включены. И в этом плане, конечно, она интереснее, а с точки зрения механики того же самого там YouTube, если есть реакция с аудиторией, YouTube реагирует, ого, значит, классный контент, значит, его надо повышать. Чем больше этой реакции аудитории, тем больше просмотров твоего контента и больше охватов, соответственно. Но казахская аудитория, она очень политична. Как вы тут спрашиваете? Вот опять же, большая ошибка. Примерять на всех один и тот же Шанель. Есть городская аудитория, есть сельская аудитория. Сельская аудитория абсолютно политична. Ну, что она хочет смотреть? Она смотрит сериалы комедийные желательно, она смотрит концерты, там того же самого Кабатова, и все, что вызывает, скажем так, положительные эмоции. Вот для них это в первую очередь интересно. А политика, политическая аудитория, те, кого вообще интересует политика, она вот такая вот. Ну, это самый яркий пример, я об этом уже неоднократно говорил, это тренды YouTube. Лучший показатель того, что нравится аудитории, это тренды. Певцы, сериалы, концерты какие-то классные, ну, вот все там. Русскоязычная аудитория? Русскоязычная аудитория, она сильно подвержена влиянию российского информационного пространства. Она также потребляет большую часть развлечений, но уже потребляет то, что в России. У нас хорошо заходит на русскоязычную городскую аудиторию то, что связано с, скажем так, либо с тем, что там с 90-ми годами или 80-ми годами прошлого века, то, что их цепляет в ностальгия. Если ты пытаешься там зацепиться, и у тебя это получается, она это будет смотреть. Ну, и плюс какие-то реалии нашей жизни смешные, которые близки, и с которыми люди сталкиваются каждый день на улице. Это тоже хорошо заходит. Скажите, какие проекты казахская язычная аудитория, ну и русскоязычные, вот серьезные вы пытались, потому что мы с вами говорили до съемок, и вы как-то с сожалением сказали, что серьезные проекты очень тяжело заходят, практически не заходят, только развлечения хочет народ смотреть. У нас из серьезных проектов, то, что сначала залетел, но потом начал сдуваться, это был толк-лайк проект, это интервью на казахском языке серьезное. Мы делали подкасты и на казахском языке, и на русском языке, они, к сожалению, плохо зашли. Мы делали, сейчас продолжаем делать уже в сотрудничестве с телеканалом Казахстан сказки детские, плюс мы делали подкасты в партнерстве с, скажем так, с серьезными представителями казахстанской интеллигенции по литературе, но они тоже, плюс документальный фильм, документальные фильмы мы делали, мы серию выпустили, но там в лучшем случае набирал фильм около 300 тысяч просмотров. Документальный фильм на казахском? На русском языке, документалку мы делали на русском. Мы сделали фильм про деток, которых заразили ВИЧ-инфекцией в Шемкенте. политика. Мы делали фильм про полигон в Атаравской области, где в советское время испытывали ядерное оружие. Это очень интересно. Ну, 300 тысяч, очень хорошие цифры. Люди мечтают. Для нас нет. И мы делали фильм про жизнь женской колонии в Южно-Казахстанской области. То есть, какие там просмотры? Ну, вот от 100 тысяч до 300 тысяч. Вот в этом диапазоне. Для казахскоязычной аудитории вы пытались сделать документальный фильм? Ну, хоть один сидел на документальный фильм. Мы как раз про полигон в Атаравской области он был на казахском языке. Ну, вот он собрал там что-то 200, что ли, 150 тысяч просмотров. А вы вот в интервью сказали, казахскоязычная аудитория не политичная. Они интересуются новостями. Она хочет зрелища и хайп. А это же, ну, как это же ужасно. Вам от этого не обидно? Нет, это не... Вы это сказали в Казахстане? Это не только казахскоязычная аудитория. В принципе, история потребления контента. Казахстанская, вы сказали, не казахская. И казахстанская, там, и российская, украинская. Возьмите там и дальнее зарубежье. Самые рейтинговые вещи дают развлекаловка. Ну, это нормально. Народу надо хлеба и зрелища. Но там, помимо этого же, есть очень, очень серьезный проект. Который тоже собирают? У нас в Казахстане тоже есть очень серьезные проекты, но поскольку мне нужны большие просмотры, мне нужно то, что выстреливает лучше всего. Если бы у меня был безграничный бюджет, я мог бы тратить его на что бы моя душа пожелает. Да, я бы лично то, что мне интересно, это я бы много делал документальных фильмов. Я бы там много делал различных интервью, пусть они там и соберут тысячу просмотров, но мне кажется, все равно важно, как-то надо аудиторию развивать, как-то пытаться в нее что-то интересное до нее доносить. Но просто эта аудитория, она всегда очень маленькая. А для бизнеса это смешные показатели. Ну, если, я думаю, если бы я еще ударился в такой серьезный контент, тогда точно бы за мной застолбили бы кресло директора внутренней политики интернета. у вас одна серия 5 миллионов, да, максимум? Ну да, самая дорогая. Самая дорогая серия. А сколько всего вложено? Какой у вас был бюджет? Это коммерческая тайна. Коммерческая тайна. Конечно. Но в бизнес-инкубаторах там же это все открыто, в общем-то, у вас же был проект, какая-то смета. Это все коммерческая тайна. Не могу оглашать. Ну, тут один завод, да, вы купите этот завод. Вы же здесь не было отопления, вы все это сами проводили, все коммуникации. Это не завод, это столовая завода. Люди подумают, что это целый завод купил. Нет, это столовая завода. Завода трехэтажная. Но это завод, на самом деле. Тут бомбоубежище. Здесь 4,5 тысячи квадратов. На эти 4,5 тысячи квадратов на ремонт всего, начиная от асфальта, заканчивая отоплением, электричеством и отделочными работами, я потратил меньше 300 тысяч долларов. Это очень смешные цифры. Если возьмете классические цифры, обычно в районе 200 долларов за квадратный метр ремонт обходится. И отопление, да? Да, и отопление. Коммуникации все здесь полностью провели. Поэтому это недорого. Мы умеем считать деньги, очень умеем их экономить. У нас здесь как-то пацаны играли в футбол на крыше. И режиссер наш ногу себе сломал. На крыше футбол. Интересно. Видите, когда здание свое, можно многое себе позволить. Завхоз у вас есть, да? Главный инженер. Нет, наверное, на второй этаж, или вы хотите уже на первый этаж? Мы на втором все посмотрели? Ну, в принципе, да. Да, можно туда спускаться. Отлично, первый. Как раз мы спускаемся в производственные наши основные помещения. А, пошлите, я вам сейчас сначала подвал покажу. Давай. Я же вам обещал. Ну, вообще, очень большие пространства, и такое ощущение, что многое простаивает. Вы в аренду не даете как-то? Слушайте, простое, потому что ничего не простаивает, слава богу. Тут крыша, да. Нет, ну, крыша у нас очень много запросов для того, чтобы проводить вечеринки с алкоголем. Кто-то даже вообще хотел на постоянную аренду взять, но мы не сторонники этого. Нам важно, чтобы у нас наши принципы соблюдались, которыми мы все живем. Поэтому, зато у нас сотрудники захотели, на крыше поработали захотели, в офисе поработали. Надо же создавать для творцов условия такие, чтобы им было приятно творить. У вас, кстати, как рабочие отношения, они классические, или тоже такие вот свободные. О, нет, они у нас неформальные. Неформальные, да? Абсолютно неформальные. Осторожнее там. О-о-о, куда мы забрались? Так, это подвал. Да, это подвал. Он у нас наполовину как складское помещение. Вы тут тоже снимаете сериалы? Да, сейчас вам покажу. А вы видите, натуральные двери бомбоубежища. Это было бомбоубежище, да? Да, это было бомбоубежище. Видите, здесь большое пространство. И сейчас дальше увидите. И здесь удобно, если нужно, например, там, вот для сериала «Пацанские истории». И тут мы увидели, как самой симпотной девчонкой на районе шел парниша с футляром от скрипки, сытым выражением лица и с сияющей надписью на лбу «Лох». Нам нужно было воссоздать атмосферу ночного клуба начала 90-х годов. А-а-а. И мы здесь ее воссоздавали. Сейчас, сюда. Да. Нет, извините, не туда завернули. А павильоны, где, как конвейер снимают сериалы, где у вас? А, вот, да? Вот, это у нас здесь была типа бандитская бильярдная, где собирались всякие плохие товарищи. Это вот для съемок, да? Да, это для съемок. Ну, здесь видите, стены все. Здесь у нас, здесь они играли в азартные игры, якобы. Бандиты? Да. Это какой сериал? Пацанские истории. Пацанские истории. Закрыли его уже? Да, он уже вышел. Мы готовим второй сезон, мы пока еще не определились, в каком духе он будет. Пока еще думаю. И вот, все бомбоуберниче, оно у нас вот так вот используется. Что-то нужно? Взяли, сделали. Хе-хе-хе. Что бы вы посоветовали блогерам, за которыми не стоят такие корпорации, журналистам, вот, в этих словах, с рекламным рынком, как работать? Нет, видите, вот как раз очень важно. Мы изначально работаем на большую аудиторию. У нас свои задачи, соответственно, у нас свой уровень расходов. Если кто-то хочет самореализоваться, не обязательно иметь большие бюджеты. Главное же у нас это идея. Самый ценный наш ресурс – это люди. Если есть люди с идеями, способные эти идеи реализовать, вот это самое дорогое. Если человек есть идея, и он может ее самореализовать, кто ему нужен? Никто. Бери сотовый телефон, на котором сейчас шикарные камеры, хорошо пишут звук, снимай и делай. Какие средние зарплаты в Сален-Суш? Ну, в районе 1000 долларов. В экспресс-как какие будут зарплаты? Тут еще вопрос. А сейчас там ведь есть коллектив? Да, есть коллектив. Нет, это в принципе средняя по медиарынку зарплата, она и не отличается. Где-то побольше, где-то поменьше, а в среднем она у нас везде одинаковая. Потому что эти цифры там и в Салеме я не брал их с потолка, смотрел на рынок. То же самое в экспресс-каке. И прошлое руководство, оно также смотрело на рынок и в соответствии с этим рынком выстраивало средний уровень заработной платы. У нас нет ни в экспресс-каке, ни в Салеме, никто получает какие-то заоблачные деньги, которых не бывает в Казахстане. Нет, все примерно одно и то же. Ну, в евразийской группе вообще высокие зарплаты. Я вот хотела поговорить о ваших отношениях. Для вас имеет значение на кого работать? То, что вот сейчас в США уголовное дело, там, расследование идет о том, что руководители евразийской группы, их подотревают в убийстве своих топ-менеджеров. Которые уже готовы были дать показания в суде, и они в гостинице оба умерли в одну ночь. Я когда прочитала, то думала, боже, как страшно. На таких людей, мне кажется, очень страшно работать, да? Насколько я знаю, это какая-то раздутая история, которая идет. Следствие идет. Менеджеры умерли в отеле. Это история большая, очень давно была. Они должны были на следующей неделе, они приехали давать показания по расследованию коррупционного скандала в Африке, в Конго. Где у евразийской группы тоже там месторождение. А они были там руководители. Они должны были давать в американском суде показания. И они умирают в один день, в одну ночь. Это старая новость, которую неожиданно почему-то не так давно стали тиражировать. Но лучше вам обратиться в евразийскую группу к Фатиме Касаевой. Она вам точно ответит, что-то не так. Не, нужно насчет относительных следствий. А в Макеалу Павловичу спрашивают, что это страшно работать? Нет. Я и Александра Антоновича, и Фатаха Каюмовича, и нашего третьего, Альджана Рахмановича, царство ему небесное, он не так давно скончался. Я знаю их достаточно давно, работая в президентском поле, хочешь не хочешь, я с ними пересекался, брал у них интервью. Я считаю, что они глубокопорядочные и суперуспешные бизнесмены, которые, создавая эту громадину, они доказали свои человеческие качества, и у них нет смысла в них сомневаться. А когда, естественно, когда ты управляешь таким большим бизнесом, тебе постоянно пытаются переписать какие-то вещи, которые тебя вообще и не касаются, ты и знать не знаешь, что там происходит. Ну, да, это... То есть вы не верите, да? Я в это не верю. Ну, просто у нас же уже был такой вот олигарх, у которого тоже менеджеры погибли, и на которого тоже работали журналисты. Евразийская группа – это 80 тысяч человек. Я не думаю, что... Ну, я имею в виду. Что стоит евразийскую группу смешивать с какими-то там олигархами. То есть вы не верите... Ну, конечно, не верю. И вам комфортно, в принципе, работать с такими инвесторами. Ну, да. Это люди, которые стоят правильные цели, у которых правильные ценности, которые полностью разделяют. В чем смысл сомневаться? Вы в Узбекистан пошли, вот, Салем Соушал открыли. Там именно в Узбекистане, а не в Кыргызстане, хотя Кыргызстан более свободная страна. Потому что у евразийской группы там бизнес. Нет, почему мы в Кыргызстан тоже выходим. Просто в Кыргызстане очень маленькая аудитория. В Узбекистане 30 с лишним миллионов человек. И уже как минимум половина имеет доступ к интернету. В Кыргызстане очень мало населения. А интернет-пользователей еще меньше. И с точки зрения бизнеса для нас приоритетнее Узбекистан. Но это не значит, что мы не выходим в Кыргызстан. С Кыргызстаном мы уже работаем. Уже есть продакшены в Кыргызстане, которые на нас работают. Производят контент, который заходит как на казахстанский, так и на кыргызский рынок. Но это еще не предел. Мы дальше смотрим по Центральной Азии. Дальше смотрим по тюркскому миру. Где мы еще можем себя проявить. В Узбекистане вам трудно было зарегистрировать, открыть? Нет, сейчас же там все очень просто. Очень просто для другого бизнеса, но не для медийного. Почему нет? Все очень просто. Мы без проблем открыли. Там сейчас такая глобальная либерализация идет. Всего и вся. Поэтому вообще никаких трудностей у нас не возникло. Никаких переговоров в правительстве не было? Нет, вы что? Знаете, не знаю, кто там в правительстве. Вы уже снимаете там сериалы, которые только на узбекском языке и на узбекском рынке. Да, мы снимаем сериалы. Сначала мы пробовали, вайны запустили, вайны снимали. Потом мы запустили несколько шоу. Посмотрели, как реагирует аудитория, что в аудитории интересно. И сейчас вот уже по-взрослому заходим на производство веб-сериалов. Сейчас уже вот прям вот сейчас три сериала снимаются. И до конца года мы надеемся, что не меньше ста серий веб-сериалов мы снимем там. О чем они? Что веб-сериалов? То есть вот что узбекскую аудиторию волнует? В отличие от казахстана? То же самое. То же самое. Очень любят смеяться, комедии любят. Да, конечно. Это не особенность. Я вот о чем говорю. Это не особенность Казахстана. Это не особенность Узбекистана. Это особенность человека. Человека, который живет на планете Земля. У всех примерно одни и те же интересы. Он хочет зрелища и хайпа, Вашими словами. Ну да, ну так происходит. Как в древнее время. Зрелище и хлеба. Да. Ничего не меняется в нашей жизни. Все как было раньше, так и сейчас. Просто новые форматы. Если раньше начинали с папирусов, потом перешли на телевидение. Ну вот сейчас есть интернет. Новые форматы, под которые все это подстраивается. В одном интервью сказали, что к вам вот Сатаев приезжал, Ахан Сатаев. Да. И вы что-то собираетесь снимать вместе с казахфильмом? Или что-то делать? Да, мы хотим вместе сделать. Потому что у Ахана Сатаева у него классное сейчас направление. Он хочет встряхнуть пыль с казахфильма. И создавать что-то такое, что будет актуально для современной молодежи. И он пришел к нам. Он говорит, поскольку у вас в этом плане наиболее успешный кейс, есть, давайте подумаем. Потому что, говорит, мне охота вот что-то такое сделать. Вах, удивить всех. И мы сейчас над этим работаем. Мы уже начали сотрудничать там по взаимопомощи, по продакшену. Просто съемки от себя затратно. И очень много техники надо. И параллельно ищем идеи, которые будут и для казахфильма близки, и для нас, чтобы вместе снять. Потому что для нас как бы новый уровень. Потому что Ахан Сатаев это глыба. Ну, с такой глыбой не поработать, это прям грех. Ну, как совместить тут, как это, ежа и гадюку образно, да? Как их примирить? То есть, казахфильм это полный формат, да? Полнометражные фильмы. Нет, они сериальную ветку запустили. Они уже сняли даже один веб-сериал. Он достаточно хорошо зашел в сети. Они этот формат тоже пробуют. Ну, это абсолютно правильно. Зачем себя ограничивать какими-то вообще форматами в современном мире? Все быстро меняется. Надо отказываться от стереотипов и подстраиваться под то, что заходит в аудиторию. А не под какие-то каноны, выработанные 50 лет назад. Ваша карьера, она очень-очень успешная. Вы меня переоцениваете. Поступательная. Но я тут пытаюсь как-то вот деликатно сформулировать. Ну, сейчас у нас, да, вот как, скажем, может быть, в элите какой-то управленческой, это не так много русских, да, славян, потому что уезжают люди или больше в каком-то там малом бизнесе находят себя. Как вы себя находили вот в этой системе, вы все равно встроились в систему, да? Какие советы, секреты вы могли бы рассказать? Вы казахским владеете? Я понимаю, но говорить стесняюсь. Ну, на уровне вот, когда со мной разговаривают, со мной разговаривают, либо там кто-то разговаривает, естественно, понимаю, что обсуждается, но так не идеально, мне еще далеко до идеала. Но мне, в принципе, не знаю, я никогда не испытывал там каких-то трудностей в том, что я не казах. Я и не русский. Да, вы, кстати, я, вы знаете, так очень плохо сформулировала, потому что я пыталась очень деликатно, потому что, ну, тема щекотливая, но меня она все равно интересует, и я вот так вот что-то ходила, ходила. По поводу того, что вы не русский, вы всегда говорите, я знаю, что вы сейчас скажете, что вы бурято-якут. Вы всегда говорите, что вы бурято-якут. Это чтобы быть в тренде, чтобы не причислять себя ни к русским, ни к украинцам? Я и не русский, и не украинец. У меня такое впечатление, что вы нашли, вы везде говорите, я бурято-якут, у меня по генам, я гены проверяла, я бурято-якут. Нет, на самом деле, я просто метис, у меня в семье очень понамешано. Ну, представьте, там, папа с Крыма, не пойми какой национальности, там, то ли татарин, то ли украинец. Фамилия украинская? Луценко, я не знаю, ну, украинская, наверное, да. Луценко – это украинская фамилия? У вас аксютиц? У меня фамилия не отца, у меня фамилия матери. Луценко – украинская фамилия? Ну, вот, он из Крыма, и внешне, я его лично не видел, но по фотографиям не очень похоже на украинца, больше на татарина. У меня мама, она родом из белорусской деревни Саковича, которая находится на границе Польши, там рядом еще Латвия, Литва, там тоже такое место, где все понамешано. Нас за что как раз и сослали в Казахстан, потому что у нас часть нашей родни жила на территории Польши, и проход там был всегда свободный, там не было никаких жестких заборов, и нас обвинили в том, что мы польские шпионы, и всю деревню у нас кого-то на Дальний Восток отправили, а нас вот в Казахстан. Потом в 1956 году нас реабилитировали, но мои бабушка с дедушкой не захотели возвращаться, они остались в Казахстане. И поэтому сложно говорить про какую-то национальность. Ну вот в советское время все, кто не казах, всех русскими назвали, если там, конечно, не доказывали, нет, я еврей или я немец, но так было. Поэтому для меня национальность – это, знаете, такой вопрос, к которому я не приду никакого значения. Этот ДНК-тест я сделал не для того, чтобы я хотел там прямо узнать, ой, какая у меня кровь. У нас просто, мы проект снимали ДНК-тест, у нас сотрудничество с американской лабораторией было, и в рамках этого сотрудничества предложили, хочешь тоже сдать? Я говорю, давай, и сдать. Ну вот мне сказали, что я там на 94% попадаю в ту группу, где якуты и буряты. Там еще есть норвежцы, латыши, там еще кто-то, ну там много всяких национальностей, но больше всего 94% это они. Если учесть, то у меня супруга казашка, ну тоже нечистая казашка, то у меня тоже понамешано, но основная кровь у меня казахская. Мои сыновья не совсем уж метисы. И для меня отличная позиция, что когда человеку совсем нечем в жизни гордиться, он вспоминает про свою национальность. Ну да, я не к тому, чтобы нам гордиться или не гордиться, там очень много уезжают сейчас, но вы, как один из примеров, человека, который абсолютно интегрирован, абсолютно такой казахстанец, чувствует себя, как дома, никуда, по-моему, уезжать, даже у вас и мыслях нет. Ну конечно, куда же я из дома родного еду. То есть успеха, в принципе, у нас может добиться каждый, вы так считаете? Ну да, нет, это же не вообще, причем если национальность. А язык, незнание языка какой-то момент становится? Ну это большая беда, для меня, конечно, для нашей сферы, да. Ну потому что если объективно посмотреть, там казахскоязычная аудитория увеличивается, русскоязычная аудитория уменьшается, и наступит однажды тот момент, когда просто не будет спроса на русскоязычных журналистов. Ну так, Казахстан будет говорить по-казахски. Ну, например, мои сыновья, они уже учат всерьез казахский язык, не как у нас в советское время в школах, не поймя, как преподавали казахский язык по остаточному принципу. А они уже прям серьезно занимаются, чтобы знать казахский язык, чтобы иметь возможность работать на казахском языке, чтобы для них это преграда языкового уже не было. Потому что то, что там у нас в Казахстане не знают язык, там как бы это не звучало, там, не знаю, может напыщено, наиграно, но это беда тех людей, которые не знают его, а не остальной части нашего общества, которого уже большинство. Первый этаж, сейчас ребята все наверху, для примера, вот, видите, это наша монтажная станция. Привет, извини, что... Здесь монтируют, да? Да. Что вы сейчас монтируете? А, мы тут еще порно выпускаем, шучу. Фильм о том, как снимался, да? Да, это новый сериал, мы пытаемся выйти на женскую аудиторию, у нас это пока не очень хорошо получается, но мы стремимся... На женскую это что-то, про любовь? Да, что-то близкое женской аудитории, потому что то, что сейчас мы делаем, то, что она собирает рекордные просмотры, это все-таки больше мужской контент, а женская аудитория, она тоже большая, и мы сейчас ищем ключики к ней, пока нет таких больших результатов, как по мужскому контенту, но успехи потихоньку-потихоньку есть. Вот сериал Курши, это наш новый веб-сериал, он как раз такая любовная история. Уже выпустили его? Да, уже три серии вышло. И как просмотры, женщины смотрят? Смотрят, но меньше, чем у нас мужчин смотрят, сейчас первая серия, по-моему, то ли 300, то ли 400 тысяч просмотров собрала. Ну, вот Кремль, ну, сколько получают в виде инженера в Крем-суш? Это коммерческая тайна. Ну, все, включая меня, подписывали договор с работодателем, что не разглашаем. Ну, у вас зависит от просмотров ваша зарплата? Нет. Нет, в день, да, и все? Масса. Ну, по ночам, правильно, тогда остается только по ночам порно подрабатывать, да? В тайне. На самом деле у нас, если наша компания выполняет KPI, то все получают бонусы. Если наша компания не выполняет KPI, то мы не получаем бонусы. Но так нам повезло, что еще ни разу не было того, чтобы мы не выполнили KPI. Пока у нас все с этим хорошо. В администрации президента, когда вы работали там, как эти экзамены, как это происходит? Это стандартный экзамен, когда ты на госслужбу поступаешь, ты сдаешь, да, и в том числе на казахский язык. Но тогда это было, я два раза работал в администрации президента, первый раз я был простым госслужащим, тогда я сдавал тест по казахскому языку, но почему-то он вообще в зачет не шел, он не влиял на общий результат теста, потому что там основное было знание законодательства, это все. А второй раз у меня была уже политическая должность, а там уже экзамена нет, там просто без экзамена тебя берут на работу. Поэтому так было. Ну, мне кажется, это вообще сейчас не проблема. Знаете, был какой-то период, наверное, там в 90-е годы, вот действительно конфликт между там русскоязычным миром, казахскоязычным миром, тем более, когда там половина населения это были не казахи. Сейчас, слава богу, ну все уже успокоилось, нет никакого-то там конфликта между нациями, какого-то противостояния. Все, кто хотел уехать, уже уехали. Все, кто хотел остаться, они остались и адаптируются, и нормально с этим проблем нет. Тем более, у меня там большинство друзей казахи, причем казахскоязычные казахи. И мне с друзьями повезло в том, что они очень много мне помогали интегрироваться в казахскоязычный мир. Они открывали для меня двери в этот мир, знакомились с обычаями, традициями, как-то погружали в этот мир. Поэтому для меня он абсолютно родной. Тем более, у меня половина семьи нет казахи. Тут я пользуюсь прерогативой, что я Киев-Бала. В общем, Киев-Бала, сами знаете, эта позиция открывает много возможностей. Да. И, кстати, казахи ближе по генам. Я читала уже к Сылыка Сабитова, который изучал это очень серьезно. Я читала, что ближе вроде мы к сибирским, а не к туркам. Это же выход из Байкала. Вот этот единый народ, который когда-то был, который вот с Байкала распространялся. Ну, я не историк, я боюсь говорить об этом наверняка, но я тоже такое слышал, что это все-таки-то когда-то был один большой народ, который расплодился. Ну, ваши сериалы двуязычные, сколько их сейчас? Они у вас официально идут под маркой, что они двуязычные? Которые русские казахи. В сети же там не надо никаких официальных. Нет, вы сказали, что у вас есть сериалы двуязычные. Да, ну вот Саке, это про Акима, который вы в сериал упоминали. Он наполовину казахский, наполовину русский. Сержант Братан, который сейчас суперуспешный сериал идет, он тоже смешанный язык. У нас есть там, как Рапа Инкайрат, он чисто на казахском языке, потому что он заточен только под региональную аудиторию. А так мы этот симбиоз сейчас везде развиваем. Ну, вот фильмы часто стараются так снимать, да? Ну да, комбинировать. Наши полнометражные, даже серьезные, как-то вот. Ну, Това Дамбай, да, у него, по-моему, фильмы как-то двуязычные? Потому что они одинаково понятны и казахскоязычные, и русскоязычные аудитории. А это в итоге не портит, не испортит вообще языки? Какой-то суражик такой? Да нет, ну почему? Ну, вот как раз мы говорим так, как говорят у нас в стране. Ну, выйдите на улицу. Все же постоянно смешивают языки. Нет, чтобы кто-то там... Ну, есть, конечно, отдельные представители, которые принципиально только на русском или только на казахском. Но большинство – это же постоянный микс. Ну, вот этот микс мы пытаемся передать в сети, в наших продуктах. Как раз, опять же, повторюсь, мы говорим на том языке, на котором говорит наша аудитория. Поэтому у нас и матерятся, и ругаются, и не выражаются литературно, потому что вот это такой вот язык нашей аудитории. Ну, и последний вопрос все-таки. То есть, вот евразийская группа, как вы думаете, зачем им это? Зачем им в Казахстане Салем Соушел? Зачем им в Казахстане Экспресс-Ка? Нет, евразийской группе, в первую очередь, сейчас нужна цифровая экосистема, как новый вид бизнеса, который ERG развивает. Я не знаю историю, зачем евразийской группе Экспресс-Ка, это лучше у них самих спросить. То есть, это же все равно интересы политические. Вы когда-нибудь замечали, чтобы Экспресс-Ка участвовал в какой-то политической жизни в нашей стране? Нет. Вот я тоже не замечал. Ну, как, он участвует уже тем, что он пишет, но я не помню, я, наверное, не могу сказать, я не мониторила хорошо, что они пишут о том или ином событии. Ну, вот были президентские выборы, они же их освещали, наверное. Ну, так же, как большинство СМИ Казахстана, я думаю, нейтрально. Мой вопрос какой. Если вдруг станет так, что вашему инвестору, ну, скажем, хозяину, это все-таки не инвестор, а хозяин, да, евразийской группе, у них появится какой-то интерес, что им нужно будет, чтобы Сален Соушел все-таки встал на какую-то политическую позицию и в чем-то убеждал людей или разубеждал за кого-то голосовать или против кого-то, вы готовы? Это, вы знаете, в перспективе может быть трех, может быть, пяти лет, может быть, больше, может, когда уйдут какие-то политики, и когда встанет острый вопрос какой-то, может быть, борьбы. А у вас, смотрите, у вас аудитория миллионная. Это же, как грех будет не воспользоваться. Вы готовы к этому? Я не футуролог, но, поживем, увидим. Потому что рассуждать на такие темы, ну, это как пальцем в небо тыкать. Я человек приземленный, поэтому мне сложно даже задумываться об этом. Ну, все прекрасно знают, что я человек там абсолютно там про-назарбаевский. И ждать от меня каких-то там сюрпризов, что я там буду выступать против Нурсултана Абишевича. Нет, почему против? А вдруг, ну, а если когда он уйдет? Какие-то другие будут? Сейчас есть его абсолютный преемник, Космар Ткемельевич Такаев, который также продолжает ту политику, которую проводил Нурсултан Абишевич. Тут никаких сюрпризов, я думаю, не стоит ждать. Мне кажется, что вообще это большой наш плюс в том, что мы сумели вот это как-то выстроить, как это модно любят называть транзит-властик, очень последовательно и разумно, чтобы не было никаких сюрпризов. Потому что для нас там, как для бизнеса, это самое страшное, неприятные сюрпризы. Ну, и для всего народа Казахстана это риск. Чем больше, чем меньше риска, тем лучше. Я говорю как абсолютный нуротановец. Не ждите от меня больших сюрпризов. Главное, чтобы это было риск. Нет, это моя жизненная позиция, я повторюсь, я государственник. Я никогда не топил ни за кого и не собираюсь это в будущем делать. Сержант-братан или Шекер? Сержант-братан. Вам больше нравится? Нет, он мне ближе. Просто Шекер это для более молодой аудитории, а сержант-братан это красный для таких старперов, как я. Сека или Жека? Правильно, это не про меня. Ну как, вы же с ними сотрудничаете. Ну да, но это вообще другая аудитория. Есть такая хорошая фраза. Умные люди глянец не читают, умные люди глянец издают. Ни того, ни другого. Да нет, это вообще молодежная аудитория. Куда же мне военно смотреть-то? Стендаперы Чеботков или Собуров? Чеботков. Почему? Ближе, понятнее, интереснее, смешнее. Жортен-баласы или Алибек? Алибеков. Почему? Говорим на одном языке и об одних и тех же вещах, поэтому. Газету какую вы читали до недавнего времени? Экспресс-кай или Время? Вообще не читал газеты. Последние лет 10 как минимум точно. А, ну сайты? Сайты. Тенгринюс или Нуркизет? Тенгринюс. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Сегодня я разговаривала с Александром Аксютицем, основателем, директором Салем Соушала, самого успешного медиапроекта, ну разовлекательного проекта в казахстанском интернете. Авторы лучшего комментария под этим видео получат такой приз. Они смогут участвовать в сериале Салем Соушал «Сержант-братан» или одного из сериалов. Одного из успешных сериалов. Да, вы сможете принять участие как актер. Всем мир. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчики, оставляйте свои комментарии. И еще шерсти, делитесь с друзьями, рассказывайте своим мамам, папам, сестрам, братьям, бабушкам, коллегам. Спасибо. 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 Спасибо.